Я надеюсь, что это не попадет в ваш видеоматериал, как я завязываю шнурок морским узлом. Сегодня мы постараемся с вами свести в кучку все, что мы знаем о самом нижнем уровне аппаратура плюс чего-то. Практически аппаратура. И попытаемся ответить на вопрос, как работает операционная система, из каких кусочков она состоит. Я уже немножко удочку туда закидывал, примерно говорил и обещал, что расскажу. Если кто-то вспомнит, я назвал три компонента, из которых обязательно состоит операционная система. Это какие? Планировщик, да. Отлично, спасибо. Значит, и так. В моей версии, в моей картине мира, операционная система состоит из трех компонентов. Всегда. Обязательно. Как велосипед состоит из колес, руляет педалей. Все остальное, это как бы катафоты, это неважно. Значит, первое. Memory Management. Второе. Scheduler. Еще-то какой-то мел. И третье. IPC. Interprocess Communication. Механизм. Так. Я не знаю, наверное, вот здесь сейчас попытаюсь писать, если получится у меня это стереть. Что? На доске ничего не видно совершенно. Значит, давайте сразу ограничим класс операционных систем, которые мы рассматриваем. Мы рассматриваем операционные системы общего назначения, которые обладают какой-то многозадачностью. Да? Ну, давайте начнем с Memory Management. Значит, давайте вспомним, какие типы памяти. Вы же на C все умеете программировать, правильно? Вот какие виды памяти есть у вас в программе на C, с точки зрения программиста на C, у вас есть несколько вот типов памяти. Вот вы знаете, бываете, знаете. Давайте. Глобально. Так, глобально это что такое, я не знаю. Так, которая не функция, так, которая в теории изображения как-то или выделяется. Глобально это называется статическая память. Но бывает переменная. Глобальность переменной – это область видимости. Вы можете определить статическую переменную внутри функции. Она будет статической, но не будет глобальной. Хорошо. Окей. То есть память у нас бывает. Значит, первое. Автоматическая или стэк. Как стэк работает, мы в прошлый раз очень внимательно рассмотрели. Да, у нас есть там регистр какой-то там СП или ЕСП. У вас какие-то сомнения? Просто так как-то погрустнели немножко. Вот. Значит, второе, что мы пока чуть-чуть рассмотрели, это статическая. Да? А вот скажите, вам же статическая память уже встречалась? Вы уже знаете, как она устроена? Помните, мы рассматривали лаяут исполняемой программы? Ну, лаяут объектного кода, который вы там генерируете, или ассемблерной программы. Там есть, ну, я говорил, разные секции. Есть секция кода, есть секция данных. А есть секция вот неких, да, БСС, там, да, вот такая вот статическая память. То есть, это память, которая присутствует у вас, ну, в исполняемом модуле. Да? То есть, вы вот добавили этой памяти туда, допустим, создали статический массив там на 100 килобайт. У вас экзешник увеличился на 100 килобайт. Ну, в среднем, может, там, туда-сюда чуть-чуть неправильно, но в среднем, да. Выделили гигабайт, у вас экзешник стал гигабайт. Ну, условно я говорю, иногда это не так, но можно думать, что это так. Значит, но со статической памятью вот такой, про которую я сказал, есть такая деталька. Значит, вам не гарантируют, что в момент, когда программа начинает работать, вся статическая память загружена. Вот этот сегмент статический, он загружен в память. Вот текст и дата, они загружены, или текст и дата, они загружены в память. А вот эта статическая память не обязательно, неизвестна. То есть, может, загружена, может, нет, как получится. И третья, которая нас больше всего сегодня будет интересовать, называется динамическая. Ну, или, как вы говорите, куча, да? Куча. Вот. Итак, куча. Какой интерфейс получения памяти в куче? Ну, с этими понятно, да? Это здесь больше работает, скажем так, компилятор, правда? Все, когда код генерируете, ну, или руками программист на ассемблере. Да, вот он там может стеки что-то выделить. Вот. То есть, больше работает компилятор. Здесь, вот, уже больше работает операционная система. Значит, какой протокол доступа к этой памяти? Вы вызываете какую-нибудь функцию alloc, alloc, ну, или малок, или калок, ну, какие-то. Значит, я не буду конкретную функцию писать, да? Алок, и указываете сколько байтов, сайз, размер, да? Вам возвращается что? Указатель. Вам возвращается, воет, ну, то есть, нетипизированный указатель. Вот. И вторая функция, которая дополняет эту, это free, да? Если проси говорить, free, а free что принимает? Указатель. Вот этот указатель, да? Отлично. Теперь возникает первый вопрос. А как же память организована с точки зрения операционной системы? Как вы у нее запрашиваете память по указателю, то есть, вернее, по размеру, получаете указатель, используете его, а дальше, ну, допустим, вы запросили 100 байт, а дальше вы ей даете указатель, она догадывается, что надо 100 байт освободить. И вообще, что такое освободить? Непонятно, да? Значит, память устроена по-разному в реальном режиме и в защищенном режиме. Я сегодня покажу просто, даже не покажу, расскажу идею о том, как устроена память в реальном режиме и как примерно работает менеджер памяти. Да, ну вот представим, но все-таки я задействую доску эту. Значит, представим, что у нас есть линейное адресное пространство. Вот оно начинается, допустим, с нуля, кончается где-то там какими-то F-ками. Опять обратите внимание, мы сейчас разговариваем про реальный режим. Незащищенный. То есть, вся память доступна всем. Просто для того, чтобы идею... Значит, ну вот с нуля до какого-то... Ну, так вот устроен, скажем, MS-DOS, да? С нуля до какого-то адреса у вас лежит операционная система. Да, дальше, возможно, у вас лежат какие-то библиотеки. Ну, напишем Shared Object, хотя это чисто линуксовское определение. А вот дальше загружена ваша программа. И остается еще какой-то довольно большой кусок свободной памяти, с которым надо что-то делать. Ну, который вот надо отдавать приложениям, там, забирать и так далее. Вот вы даже... Эта программа, она запрашивает у операционной системы память, а операционная система отсюда ее выделяет какими-то кусочками и отдает. То есть, для того, чтобы вот эту память организовать, свободную, грубо говоря, для того, чтобы вот этот вот интерфейс реализовать, нам вообще-то всю эту память надо каким-то образом, ну, разметить. Занято, не занято, там, как-то, да, для начала. Как это делается? Ну, вот, опять же, в реальном режиме есть такое... Ну, или там, даже не в реальном режиме, а, скажем, в DOS, есть такое понятие или структурка, которая называется MCB. Это Memory Control Block. Что это такое? Ну, это обычная структурка, просто обычная структура, в которой содержится примерно следующее. Это начальный адрес, ну, то есть, вот этот вот offset. Ну, вот, любое число, у нас линейное адресное пространство, да, вот любое число это offset какой-то. То есть, смещение относительно, будем считать, нуля. Вот, то есть, это начало памяти, да, это ее размер. Ну, и, наверное, и все. Ну, там еще какие-то могут быть служебные, там, значки, но неважно, да? Вот как бы мы могли распорядиться этой памятью? Мы распоряжаемся ей следующим образом. В самом начале, в самом начале, мы можем, ну, я уж так нарисовал такой лаяут, будем такой использовать, хотя не очень правильно получилось. Значит, в самом начале, когда операционная система загрузилась, она выделяет, там, где-то один МЦБ, да, какой-то нулевой. Неважно пока, как она его заполняет. А, вот что я здесь забыл, я думаю, что-то мне не хватает. Вот, а здесь еще дальше вот что написано. МЦБ, МЦБ, звездочка, Next. Это указатель на следующий блок выделенной памяти. Так вот, смотрите, у вас операционная система загрузилась, еще никакого приложения, еще никакой экзешник не загружен. Сама операционная система содержит внутри себя структурку МЦБ, да, которая, ну, допустим, здесь 0,0, и здесь тоже 0, ничего нет. Просто является корнем списка блоков МЦБ. То есть, корнем списка таких структур, которые описывают память, выделяемую приложением. Ну, в ДОС у нас одно приложение, да, как бы загружено. Вот, а теперь смотрите, вы загружаете процесс, ваше приложение, да, вот ему выделяется память какая-то, выделяется память под код, под данные, там, не знаю, под стек может еще что-то выделиться. Неважно, регистры настраиваются, вы уже понимаете, что это, да. Ну, где-то, так называемый образ, давайте вот так назовем, что это вот exe-image, да. Образ вашего экзешника где-то заканчивается. Вот скажите, операционная система знает, где он заканчивается? Да, он же нам заканчивается. А почему? Она же его туда положила. Правильно, потому что она же его туда и положила. Правильно. Вот, известно, где заканчивается образ. Теперь смотрите, у вас вот этот образ, ну, тут код же, да, содержится, вот он вызывает функцию alloc, выделить 20 байт. Что делает операционная система? Она, ну, на самом деле, вот этот кусочек, он тоже с помощью МЦБ как-то описан. Ну, неважно. Значит, операционная система делает следующее. Она смотрит, где начало свободного места, смотрит, есть ли там еще столько, сколько запрошено, а дальше эту память выделяет. А что такое выделяет? А выделяет, это значит, добавляет в цепочку МЦБ следующий МЦБ, который реально описывает следующий кусочек памяти. То есть, что это физически обозначает? Вот, next мы пишем равно чему? Вот этому адресу начала свободной памяти, да, то есть, вот сюда мы помещаем следующий МЦБ. Он, допустим, описывает там, ну, 600 байт, да, вот они, эти 600 байт. То есть, вот этот весь выделенный кусочек памяти, занятый теперь, его сайзов, его размер равен сайзов МЦБ плюс вот это значение сайз, да, плюс МЦБ точка сайз. Правильно? А какой указатель возвращается пользователю? Нет. Правильно, МЦБ плюс сайзов МЦБ. Если мы ему вернем МЦБ, что пользователь сделает? Возьмет и запишет туда свои данные. Правильно, вот операционная система удивится, когда будет пытаться освободить. Вот, значит, смотрите, мы, правильно, мы возвращаем вот этот вот, вот это указатель, который уходит пользователю. Понятно, да? А мы можем обратиться к МЦБ минус сайзов МЦБ? Можем, в защищенном режиме, в реальном режиме. Можем? Мы можем вообще тогда все забрать. Можем? Это вот столько, я не знаю, сколько. Вот столько байтов. То есть это тот размер, то количество байтов, которое нужно для того, чтобы вот эта структура туда влезла. Ну, мы оставляем за кадром там выравнивание, мы, допустим, не знаем про это ничего. То есть, смотрите, у вас есть какая-то память. Можно думать, что это просто байты. Ну, сколько-то там, да, миллион. Мы должны эту память выделить, дать пользователю. Но мы не можем ему просто дать указатель посередине, сказать, на пользуйся. Почему? Потому что мы сами потом не разберемся, а где мы ему что дали. Мы где-то должны сохранить. Поэтому мы заводим такую структурку, которую кладем впереди каждого блока, вот этого странного, выделяемого, польза для пользователя, да? Да, нет, я просто хочу понять, насколько он большой этот. Небольшой. Ну, байт, ну, 10 байт или 12 байт. Ну, ладно, ну, хорошо. 40 байт. Годится? Ну, немного. То есть, получается, если мы в памяти много маленьких файлов, то они на практике занимают больше, чем один большой файл. Правильно, правильно. Совершенно верно. Если вы выделите триллион блоков по одному байту, это будет существенно больше, чем один блок в триллион байт. Да, это правильно. Это правильно. Там еще будут аномалии, сейчас мы про них поговорим. А мы даже на чтение к нему можем уходить? Почему? Я сказал, можем. Можем взять все затереть. Все, вообще, все взять, стереть. Это реальный режим. Можем прямо вот взять, там, тут операционную систему стереть. А на чтение к нему тоже на чтение? Нет, защищенном, там я про защищенный буду рассказывать, но про это, наверное, не буду рассказывать. Там идет очень хитро. Там делают так. Вот память начинают в этой странице, МЦБ кладут в эту страницу. К этой странице у пользователя есть доступ, а к этой нету. А лежат они рядом. Вот такой вот трюк. Раз и все. Ну, как бы, это, знаете, это такое очень... Забудьте про то, что я сказал. Это неважно. Это вам будет мешать просто. То есть защищенный режим, лучше так вот системно про него думать, потому что так вот какие-то кусочки, и они только запутают картину. Вот. Значит, смотрите, что получается. У нас получается, что вот эти вот МЦБ как-то распределены у нас, ну, в зависимости от того, как уж там вышло, как там пользователь выделял, да, память. Вот они как-то неравномерно у нас там распределены по адресному пространству, да. Теперь дальше. Как вот эту функцию реализовать? Ну, наверное, у вас уже есть догадка. Зависит от реализации. Ну, а зачем указатель на предыдущий? Ну, вот как раз для того, чтобы не началось. Что, не, зачем? 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 Смотрите, я вам сделаю free в одно действие. Вот, ну, без проверок, да. Я сделаю его вам так. Так, next равно this next. То есть, вернее, не this next, а next next. Да, я неправильно написал. Ну, если он не 0, да? Next next. Все. А, это, да, я понял ваш вопрос. Ну, правильно. Вам нужен этот указатель. Значит, ну, необязательно, опять же. Да? Вот еще раз. У вас получается так, как будто бы за вот эту память отвечает. Да, я понял, я понял. Значит, сейчас более точно объясню. Это некорректно. Значит, смотрите. Указатель обратный нам нужен исключительно для оптимизации. Мы размениваем память на скорость. Я всегда могу взять вот этот же, у меня известен блок, где лежит. Я всегда могу идти до тех пор, пока не дойду. И, так сказать, то есть, мы не рассматриваем оптимизацию. Как бы первое правило оптимизации, не оптимизируй. Второе, тоже не оптимизируй. А третье, вот, ну, тогда, если очень надо, то оптимизируй. Аккуратно. Так, значит, с МЦБ, понятно, это такая цепочка. Теперь смотрите. Как? Вопрос-то был какой. Как вот эту функцию реализовать? Ну, понятно, что вот этот next там переставить и так далее. Но тут есть одна аномалия. Когда мы долго будем выделять и удалять кусочки памяти разного размера, возникнет что? Возникнет фрагментация. То есть, мы запросим, дай 100 байт, 100 байт у нас будет. У нас даже 500 байт будет. Но они будут так порезаны, что мы их как бы не склеим. Правильно? Все понимают, что вот я сейчас сказал. А почему? А вот, ну, я сейчас объясню. Да, вот смотрите, например. У меня вот это, вот эта память нарисована, да? Вот я ее сначала вот так занял. Да, я ее вот занял. Вот здесь 100 выделили. Это 100 кусочек. 100. Вот здесь 100. Здесь 100. И вот здесь 100. А теперь, сейчас, я вот на это отвечу вопрос. Значит, а теперь я вот этот удалил. Да? И вот этот удалил. Ну и тут 100. Вся память, значит, аллоцирован. И вот у меня вот память теперь вот так устроена. А теперь я говорю, дай 150. 150 есть? Ну есть. Вот, вот и вот. Сложить если. А выделить не могу. Ну, понятно почему, да? Ну, потому что вот. Вопрос такой. Ну вот так как вы написали, а вы освобождите память, она у вас толком непонятно освобождает. Ну, вы написали только перекидывание указатель на следующее. Так. Ну вот я вот что. Давайте, давайте я нарисую. Сейчас. Давайте я нарисую. Я делаю вот что. Значит, я беру. Вот мне говорят, вот освободи вот этот кусочек памяти. Правильно? Я вот беру вот так вот, его переставляю сюда. Вот этот обсуждаем, да? И что вам здесь не нравится? Мне нравится, что у левого квадрата не изменилось число сайс. Извините. Левый квадрат занят пользователем. Он запросил 100 байт, я ему 100 байт дал, откуда там сайс увеличится. А то уже другой блок освободил, не понял. Сейчас, сейчас. Как теперь при новом выделении, допустим, я теперь хочу выделить вот столько же, сколько я сейчас удалил? Как мне при этом попозвониться? Логично было выделить на месте вот только что-то дорожного квадрата. Как вы туда попозвониться? Как вы туда попадете? Вы туда попадете очень просто. Вы возьмете, пройдетесь по всей этой цепочке. Расчертите, значит, вот у вас как, да? У вас что такое кусочки МЦБ? Что такое МЦБ? МЦБ это точки. В вашем адресном пространстве. Ну, будем считать, что они точки, что они нулевого размера. Вот это такие точки, да? А в этих точках записан размер. Вот вы видите, вот тут вот столько, да? Вот тут столько, вот здесь столько, да? И вот здесь вот столько, да? Ну вот у вас свободное место. Вот раз, вот два, вот оно. Да, вот три. Ну. Нет, вот еще раз. Давайте в детали реализации мы сейчас не лезем. Оптимизация, если мы сейчас полезем, как там структура эти устроена, мы там зароемся просто. То есть идея очень простая. Как раз я не должен сайт здесь менять. Ну, вы чего? Я запросил у операционной системы 100 байт, потом запросил 500, потом 500 освободил, и эти 100 у меня превратились в 600. Интересно. Давайте. А как операционная система понимает, что мне надо выделить какую-то память, и как я понимаю, что память свободна? То есть где я еще эту свободную память? Вот, я же вам, я же вам рассказал. Вот наивный алгоритм такой. Вот у меня есть МЦБ, да, вот блок типа начало памяти. Да, здесь. Ну вот будем считать, что мы вот это наша свободная память, которую мы выделяем. Вот. Она у нас так устроена. Мы описываем кусочек, который мы выделяем. Да? Описали. Вот он, смотрите. А как мы понимаем, где можно начать? Где она принимает свободная память? Помните первый вопрос, который я задал? Вот когда операционная система загрузила процесс, она знает, где начинает свободная память или нет? Ответ помните? Да. Какой ответ? Не знаю. А почему? Потому что она сама задает. Да. А как вы думаете, она знает, сколько у нее вообще всего памяти? Ну, думаю, что да. Да. Значит, если она загрузила образ отсюда до сюда, а память у нее всего столько, значит, наверное, она вот здесь может уже там. Ну, на самом деле, все не очень так, правда уж. Но вот можно думать, ну, там ДОС берем, можно думать, что да, здесь память точно такая же. ДОС это так и есть. Потому что вот этот кусок тоже описан МЦБ. Ну, он там, да, может даже несколькими МЦБ описать. Мы не можем это указать. Хочу это же. Вот указать не можем. Нет, указать не можем, но вот... Можем занять, конечно. Ну, вот, а как мы работаем, смотрите. Вот давайте, давайте, вот я вот этот пример просто еще более детально объясню. Тук тряпку найду. Ну, вот смотрите. Вот у нас сначала память была вся свободна, да? Будем считать, что вот не зачеркнуто, это свободно, да? Значит, действие номер один. Мы взяли, выделили вот этот кусок. Вернули пользователю, ну, вот указатель тут какой-то. ПТР1, П1 назовем, да? Вот, это Аллог сделали. Сделали еще раз Аллог. Как мы его сделали? Ну, тут же МЦБ есть? Ну, связанная вот эта, ну, лежит здесь вначале, да? МЦБ. Есть там написано, афсет. Вот мы на этот афсет походили, значит, дальше свободная память. Ну, больше МЦБ вообще нет, в принципе, да? Ну, один, вот, один. Все, мы тогда, ага, хорошо. Значит, вот это до конца все свободно. Мы выделили еще один. Выделили. Теперь вот этот указатель. Возвратили П2. Потом еще выделили П3. А теперь по 2 хотим удалить, да? По 2 удалили, что получилось? Но у нас МЦБ, это же не просто какие-то кусочки в начале памяти, правильно? Это какие-то кусочки, которые друг с другом связаны. Ну, вот, каждый указывает. То есть, вот этот указывает на вот этот. Этот указывает на вот этот. А теперь мы говорим, вот этот надо удалить. Когда вы видите, удалили, имею в виду, освободить. Освободить, освободить. Ну, что такое освободить? Это просто считать, что он свободен. Как это сделать? Значит, надо удалить связанные с ним МЦБ просто. Да, что это такое? Тогда мы берем вот эту стрелочку. И переставляем ее вот сюда. И что у нас здесь получается? У нас здесь получается память. Вот здесь в начале МЦБ лежит. Он описывает кусочек в 100 байт. Вот здесь он заканчивается. Сам он показывает вот сюда, где тоже лежит МЦБ, который тоже описывает кусочек в 100 байт. А вот эта вот дырка, мы можем посчитать, какого она размера. Да? Вот и все. И тут выделить, если пользователь захотел меньше, чем МЦБ плюс столько, сколько захотел. То вот мы сюда как бы можем влезть. Мы это выделяем. Но просто если мы выделяем и удаляем блоки разного размера, у нас вот это все быстро фрагментируется. И получается такая вот, ну такой как это, не знаю, ковер Серпинского. Вроде дырявый, а вроде везде как бы связанный. То есть непонятно. Вот. Вроде места много, но его нет. Ну как бы реально. Не выделить. Вот. Так, про память примерно понятно? А получается все блоки МЦБ должны быть упорядочены? По какому критерию? Где хранит? Откуда это следует? Ну а как мы когда будем просто искать? Вот я говорю, вот в этой ситуации выделить следующее, я нашел, решил, что выделю здесь. В этом МЦБ NEXT нарисовал вот сюда. А вот когда мы будем рассчитывать, сколько после занятого следующего участка, сколько свободно нам же нужно именно... Ну я знаю, где он начинается, да? Минимально. Нет, я знаю, где он начинается, правильно? Я могу знать его размер, ну тут куточка стоит. Нет, не сломается. А если мы еще один возьмем, который будет с правой стороны, в эти помещения мы поставим на эти туда и удалим, который между ними получится, что свободное пространство будет больше, чем в действительности. Нет, смотрите, это с какой стати? Почему? Вот еще раз, да, вы пытаетесь сейчас нарисовать какой-то, ну, разумный алгоритм, да? Как бы сделать так, чтобы меньше телодвижения и быстрее считать? Ну представьте, что я каждый раз делаю такую процедуру. Я беру вот всю память, да, пустую, ну вот маска у меня, карта есть память, да? Я беру всю память, прохожу по списку МЦБ. МЦБ. Верно ли утверждение, что от первого МЦБ я могу дойти до последнего? Верно. Хорошо. Значит, верно ли утверждение, что я, имея адрес МЦБ и сам МЦБ, могу вот на этой штучке нарисовать просто какие-то отрезочки, верно? Да. Это значит, что все места, верно ли утверждение, что все места, которые я... Это уже интересный вопрос, потому что где вы собираетесь это хранить, когда как раз выходит память? Вот. Сейчас, сейчас, нет. Я храню это в МЦБ. Нет, ну хорошо, я выделил у себя такой вот кусок вот здесь в памяти, тоже связанный с МЦБ, такой большой-большой. Большой настолько, чтобы ходить, как вы говорите, чтобы хранить, пока я хожу. Да? Вот. Сейчас, 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 давайте вот еще раз, да, давайте. Правильно, давайте вот еще раз. Я рассказываю идею и не хочу лезть в реализацию. Реализация не такая. Реализация не такая. Но она вообще зависит от многих, не знаю, обстоятельств, как в эту память используем. И вообще, вот в современных там операционных систем, даже если вы выделяете память, ну выгодно ее выделять, ну скажем так, какими-то более, как бы, структурированными кусками. Виртуальной памяти вообще по-другому, да, ну страницами она прямо выделяется. Вот в это мы не лезем. Я сейчас специально рассказываю алгоритмы, как бы, наивный алгоритм реализации, да. Понятно, что я могу посчитать, могу, и понятно, что здесь нет противоречий. Ну вот вы говорите, это окажется больше. Ну с чего вы взяли? Ну у меня здесь вот написано, какой он длинный, как он окажется. Если я его туда поместил неправильно, ну, значит ошибка там. Ну, понятно, нет вот этого. Ну, то есть там подвоха нет. Я могу всегда это посчитать. Как? Ну, это уже там дело программиста, который пишет операционную систему. Так, с памятью, в реальном, ну, примерно, в реальном режиме, вот понятно, да. То есть, так с памятью уже давно никто не работает. Да, так память, вот там вы, допустим, в ДОС, если там пишите программу, то вот так работает. И то там есть некоторые оптимизации, связанные там с тем, откуда вы выделяете память, как там есть возможность его там подгружать, да, частично, там, оверлеи всякие. Ну, это мы не рассматриваем, неинтересно. Значит, вот давайте еще раз проговорим про удаление еще вот что. Вот пользователь мне дает указатель, говорит, удали. А вот если он мне дал такой странный указатель, вот такой вот, посередине, вот говорит, вот я тут выделял память, можешь удалить, нет, что будет? Сломается? Ну, не надо пытаться удалять память, которую вы не выделяли. Вы же можете посмотреть, у вас лежит здесь МЦБ или нет? А как вы знаете, что там лежит МЦБ? Вот, правильно. А как вы знаете, а какие есть идеи? Сломай диску и искай такой, да. Правильно, это надежный способ. Можно сделать ненадежный, но ценой дополнительной памяти. Это потегать память, да. То есть в МЦБ вписать здесь какую-то странную там комбинацию символов, которые маловероятно, что встречается в пользовательском коде. А если встретиться, тогда ваша юристика не работает, на то она юристика. Можно дополнительную юристику, что память должна быть выровнена на то-то, да, или там что-нибудь такое, что пользователь там, ну, вряд ли одно и то же, ну, несколько событий, да. Ну, это опять, да, это правильный ход вот такой, да, пройтись по всем и посмотреть, является ли это началом памяти какой-нибудь. А все равно нам идти надо, правильно, чтобы удалять, нам все равно проходить по списку. Поэтому самое надежное пройти и посмотреть. Так, дальше идем. Давайте сейчас память пока, вроде понятно, да, стираем с доски. Идем дальше. Да, решения разные. Мы про них будем дальше говорить. Нет, ну, хорошо, давайте пока наивно попытаемся решить проблему. Ну, вот, фрагментация памяти. Как бы вы с ней боролись? Дефрагментировать, да. А можно ли память дефрагментировать, который выделяется вот так? А как? Ну, вначале он ту штуку сделал, а потом прибежать ее все схлопнуть, сдвинуть. Да, понимать, в чем дело. Вот вы пользователю вернули указатель. Он думает, что тут начинается его память, в которой он сейчас запишет что-нибудь, да? А вы там где-то, где-то далеко взяли и все переставили. Так, а пользователь, так как об этой табличке узнает? То есть он будет каждый раз спрашивать, а можно ли туда байт записать, что ли лечь? Нет, там был указатель, я его сам пересчитал. А-а-а, ну-ка, да, хорошая идея, кстати, да. Задавится трансляция адресов, вот она так и работает примерно. Нет, смотрите, вы правильно все говорите, действительно есть проблема. Значит, решение такое. Вы можете сделать умный указатель. То есть что такое умный указатель? Это определить еще одно адресное пространство, с которым работает пользователь. Да? И у вас получается, что указатель это фактически не объект. Ну, то есть это не адрес, а это какой-то объект. Вот. И если вы оставите право операционной системы какие-то поля в этом указателе менять, ну, например, вот его базу, да? Допустим, указатель, который вы пользователю возвращаете. Вот он как бы указатель, да, но у него внутри где-то есть база, которую можно менять, которая, а логика операций с памятью зависит от этой базы, то есть она вычисляется через эту базу. Да, вы базу поменяли? Тогда пользователь, значит, ничего не заметил. Но он как пользовался указателем? Потому что вы перенесли и всю его память туда вместе, правильно? Вот просто, ну, вместе с базой. Правильно? Надо синхронизацию тогда сделать. Пока мы будем переносить, он уже поменяет значение. Это понятно. Это понятно. Но чудес-то не бывает, правильно? Вы можете, ну, как, вот чудес не бывает, вот еще раз, да? То есть, конечно, надо, да, ну, понятно, да. Ну, вы понимаете, если вы операционная система, ну, о чем вам? Вы же, вот, в реальности вот этот вот фри и аллог, это, это сискол. Системный вызов, это прерывание, вообще-то. То есть, вы там, пользователь там отдыхает, пока вы этим занимаетесь. Вы можете между делом, пока вам говорят, аллог, вы смотрите, так, память дефрагментирована. Негде, ну, память есть, да, ну, дай-ка я упорядочу. Знаете, там, джава-машина, вот она так работает. О, памяти нет, а ко мне там триллион объектов, которые не нужны. Ну, сейчас я их почищу, подожди, там, пользователь полчаса, сейчас, подожди, не торопись. Процесс не заметил, пользователь заметил. Вот, то есть, единственный такой вот разумный, но безумный метод, да, вот, программный это решить, это предоставить пользователю модель указателя, которая будет, там, содержать базу, например. Ну, как устроена память в защищенном режиме, мы про это поговорим. Там, ну, по-другому немножко. Действительно, там аппаратные схемы трансляции, которые, там, вот, таблички, там, что-то, там, какие-то штуки. И там много есть таких оптимизаций, аппаратных даже, инструментов, которые позволяют быстро эту трансляцию выполнять. Ну, относительно быстро. Вот, поехали дальше. Теперь следующий. Ну, про память еще есть вопросы? Мы еще вернемся к памяти, не волнуйтесь. Я хочу, как, операционную систему пока в кучку собрать. Вы когда так делаете, это есть вопросы или нет вопросов? Нет. Продолжайте. Индусы, знаете, с ними разговариваешь, вот так киваю. Обозначает, я понял, клево. Что-то с первого раза это очень смущает. Ты повторяешь, он опять? Так, поехали. Второй механизм у нас, что там, планировщик, да, планирование. Значит, планирование. Ну, опять, я так сказать, поскольку у нас пока примитивная операционная система, совсем, ДОС мы пишем пока, в реальном режиме. Скажите, а вот ДОС многозадачный или нет? Можно его рассматривать как многозадачную операционную систему? Вроде нет, да? Ну, а вот так, если иллюзию создать. Можно ли в ДОС выполнять или создать иллюзию параллельного исполнения нескольких потоков исполнения, нескольких наборов команд? У вас есть это решение, да? Нет, в ДОС, в ДОС, в ДОС, не какой канал, ДОС, у вас есть уже операционная система. Виртуал по ДОС. И чё? Не, ну это что-то очень такое, я уже очень витиеватое. Я боюсь, что это очень сложно. Нет, на самом деле, давайте вспомним, что с точки зрения аппаратуры мы имеем. Что у нас такого прекрасного есть? Что вообще такое параллельное исполнение? Вот у вас один процессор, вот я купил 386-й компьютер. У него одно ядро. Я поставил туда Windows 95. Запустил сапера и блокнот. Они работают одновременно. Как? Как? Тайм-менеджмент? Это хорошее слово, да. Вообще тайм-менеджмент это хорошее слово, потому что временем вообще управлять нельзя. Но в компьютерах можно. То есть, вспоминаем, что снизу у нас есть прерывание таймера. У нас таймер вообще-то там железный есть. Да? У нас есть таймер. У нас есть процессор, который умеет выполнять ровно одну за другой инструкцией, ничего не знает про другие процессы, вообще ничего не знает, что такое процесс. Таймер это микросхема, которая... Откуда слово «клок» взялось? Нет, в смысле, это то, что так точно стоит, или какой-то отдельный таймер, который прерывает. А важно ли это так сильно? Что такое таймер, который прерывает? Клок, имею в виду штука, которая говорит, когда нужно начать обладать следующую инструкцию, какой-то сторонний таймер, ну, например, может использоваться для решательства операционной... Ну, то есть, чтобы по каждую секунду вызывалась какая-то функция операционной системы, а операционной системы решать, будет продолжать работать по грамм текущей линии. Давайте, давайте вот как сделаем. Вот таймер у нас устроен следующим образом. Это какой-то такой магический, да, вот эту магию я не могу объяснить, да, какой-то магический прибор, который с какой-то частотой генерирует конкретное прерывание. Вот просто вот у него такая роль. Вот он аппаратно умеет очень четко выдерживать частоту, ну или нечетко, это не важно. И вот он генерирует, он все равно на этой, как все равно работает на тех же тактах, которые тут где-то плавают, да. Вот он тупо генерирует раз, там, не знаю, в секунду, там, ну, это не важно. Масштаб времени не важен. Он генерирует прерывание. То есть процессор каждую вот эту секунду останавливается, забрасывает все свои дела, все ваши там суперигрушки. Он идет в обработчик прерывания таймера и видит там ровно одну инструкцию. И ред. Вернуться из прерывания. Ну, возвращается. Ну, по умолчанию. Теперь вы делаете что? Это не важно, это в досе вы или там в Windows, не важно. Вы делаете что? Вы говорите, отлично. Я хочу поиспользовать прерывание таймера. Как я его хочу поиспользовать? А я хочу раз в секунду, например, ну, что я хочу раз в секунду? Ну, вот символом поморгать, ну, изменить цвет символа на экране, да, раз в секунду. Вот, значит, вы в этот обработчик пишете какой-то свой маленький код, который меняет вот этот символ на экране, да, ну, и остается здесь и ред. И что получается? Получается, как это? Time management, правильно. Мы разделяем ресурс, время, ну, в жизни тайм-менеджмент это странное слово, ну, я знаю, что так говорят, ну, очень странно, временем нельзя управлять. Вот. Значит, а в компьютере можно. То есть, потому что время – это ресурс, который делится между программами. Фактически у вас одна программа – это вот обработчик прерывания, вы же можете ее совсем такую лохматую, большую, вот такую написать, может быть, полчаса выполняется. Вот. А вторая программа – это тот процесс, который у вас работает. И уже получается параллельное исполнение, правда? Нет? Ну, чувствуете идею или нет? Да, а зачем сейчас существует этот тайнер? Сейчас, сейчас, сейчас. Ответ на вопрос. Помните вопрос был? Возможно ли в ДОС параллельное, или иллюзия параллельного исполнения кусочков кода? Аккуратно скажем. Да или нет? Ну, конечно, да, иллюзия – это точно возможно. Так. Хорошо, иллюзия, иллюзия. Мы иллюзионистами начинаем становиться. Прекрасно. Значит, теперь давайте это прерывание таймера для чего-нибудь поиспользуем. Например, поиспользуем его для того, чтобы считать координаты мышки. В ДОСе. В ДОСе мышка поддерживается? Да. Мышка не генерирует прерывания. Мышка устроена так. У нее есть, ну, условно, у нее есть там два регистра, да? И мы можем просто положение, ну, значение этих регистров считывать. Но чтобы их считывать, надо… Хорошо, мышка сложная, примерно. Вы запустили… Нет, ну ладно. Ну, мышка. Хорошо, мышка. Вот. И вы курсор рисуете, да? То есть, вот здесь вот прерывание выглядит так. Считать два регистра с мышки, да? Ну, это типа с памяти. Считать что-то два значения. И отобразить на экране квадратик. В том… Ну, там как-то, если она подвинулась, не подвинулась. Вот. Это же пара… Это иллюзия. Это уже начинается вот уже по-настоящему. Уже программирование. Правильно? Все. Мы мышку двигаем, все работает. Мышка сама не работает. Она тупая, она не умеет взаимодействовать с компьютером. Но у нас есть прерывание таймера. Теперь давайте это дело обобщим немножко. Возьмем многозадачную операционную систему. Про многозадачность, как таковую, мы будем потом говорить. Но, смотрите, запустил я вот этот вот Windows 95 с сапером и этим нотпадом, да? И они работают. Там курсор мигает, там кто-то, не знаю, что происходит. Ну, время идет, да? Вот. Что-то меняется, они как бы работают вместе. И музыка еще не играет. Как это происходит? Происходит следующим образом. В операционной системе есть большой такой квадрат. Называется планировщик. Или скидулер. Ну, я, так сказать, за произношение не берусь. Не знаю, как точно. Вот. Значит, планировщик. Что такое планировщик? Планировщик – это обработчик прерывания таймера, прежде всего. Обработчик прерывания таймера. Чем он занимается? Занимается он следующим. Он отвечает на вопрос. Первое. Какой? Вернее, даже это не вопрос. Снять процесс. Снять процесс. С процессора. Давайте вспоминать, что такое снять процесс с процессора. Это взять контекст вычислительный, который вы, в принципе, уже знаете, что такое. Да, регистры, instruction pointer, там что-то такое. Да, просто регистр. И куда-то сохранить. Да, сохранили. Значит, второе. Ответить на вопрос. Какой процесс поставить на процессор? А что такое процессор? Взять предварительно сохранен… Вернее, поставить процесс на процессор. Взять предварительно сохраненный контекст, записать в процессор значение этих регистров и передать управление. Ну, то есть, и начать его выполнять. Правильно? Правильно. Вот смотрите, если у нас есть… Ну, значит, какой… Какой? Определить. Это не так просто. Сейчас мы это увидим. И третье – это… Что такое? Это, собственно… Ну, как бы поставить на выполнение. На выполнение. Ну, и начать выполнять. Значит, вот для того, чтобы создать иллюзию параллельного выполнения, ну, более-менее разумную, есть такое понятие квант времени. Это то время, которое приложение стоит, ну, сидит на процессоре и исполняется процессором. Вот еще раз, да, процессор не знает, как устроено приложение. Он кроме своих команд вообще ничего не знает. Он тупо исполняет, куда ему показывает instruction pointer. Все. Сделал, там, записал, прочитал. Помните, на первой лекции я нарисовал, чем занимается процессор? Занимается тремя вещами. Меняет свое состояние, читает память, записывает память. Все, больше ничего не делал. Вообще. И вот у него такая роль просто. Все остальное – это вот та магия, с которой мы разбираемся. Теперь, что же такое… Какой выбрать процессор? Здесь вот не так все просто, как кажется. Дело в том, что перед тем, как нам говорить, что это такое, какой процесс выбрать, нам надо понять, что такое вообще процесс. Да, вот есть два понятия. Процесс – поток. Давайте я соберу ваше мнение коллективное. Что это такое? Что процесс, что поток? Поток – это часть процесса. Поток – это часть процесса. Согласен. Процесс – это то, что менеджерит операционную систему, а поток – это то, что менеджерит внутри процесса. Кем? Ну, обычно сами процессы. Я бы сказал так, необычно. Ну, там, сейчас, например, на весь момент есть какой-нибудь рантайм, то есть рантайм. Я так не думаю. Ну, например, в случае, если это Java, то это виртуальная машина Java будет. Ну, виртуальная машина Java – это вообще железо. Если уж так много пошло. В смысле? Это железо. Java runtime – это… Нет, смотрите, вот еще раз. Давайте нарисуем тогда, как бы он с Java это соединить. Ну, в общем, это не так. Бывает по-разному. Бывает… Ну, давайте отложим сейчас ваше мнение, еще соберем, и потом я системно про все. Еще есть версии, что такой процесс потока, чем они друг от друга отличаются? Ну, у потоков, скажем, по умолчанию легче происходит взаимодействие, чем у процесса. Ну, то есть поток можно было создать? Ну, возможно, возможно, и что? Скорее всего, по умолчанию это такая идея. Если нет, то есть память никогда. Вот это очень хорошая идея, очень хорошая идея про память. Смотрите, в чем идея? Когда создается процесс, процесс – это, вообще говоря, контейнер ресурсов. Он владеет, процесс – процесс – владеет адресным пространством своим. Ну, проще памятью. Второе. Он владеет потоками своими же. Третье. Он владеет разными системными объектами. Открытыми файлами, там, семафорами, там, ну, всякими такими штуками. Напишем системными объектами, но будем думать, что это файлы. Этого достаточно. Все остальное, оно очень похоже. А что такое поток? Вот поток, если полностью сказать, это поток исполнения просто. Это вот та цепочка команд, которая исполняется в этой памяти, в памяти процесса. Вот. То есть, другими словами, можно сказать, если не в терминах ресурсов говорить, что поток – это единица планирования. Вот поток – это как раз то, что вот этот планировщик вам переставляет. Вот. То есть, процесс здесь, как бы, рядом даже не находится. Никак. Он может налагать определенные ограничения. Сам процесс. То есть, бывает так, что сверху, как бы, у процесса, например, операционной системой установлены, там, допустим, ограничения, что CPU, допустим, там 0,5 не больше памяти, там 0, не знаю, гигабайт не меньше и все такое. Ограничения такие, но планировщик, учитывая, может быть, даже эти ограничения, работает с потоками. То есть, он планирует просто очень перегруженные термины по-разному. используется, да, потоки, процессы, там, непонятно. Вот он работает, вот эта единица планирования, он именно их пересаживает с процессора в очередь в какое-то ожидание. Так, значит, теперь с джавой. Давайте я вам с джава расскажу. В двух словах, опять же, в деталях мы не успеем. Значит, как вы знаете, джава запускается так. Вы пишите джава, потом чего-то, минус джар, ну или просто имя класса, да. Что происходит? Создается процесс. Процесс, который называется java.exe. Да, он загружается в память, там процесс, как процесс. Дальше. Сама джава машина или этот процесс, он выполняет, вернее, создает пул потоков. То есть, он создает набор потоков просто. Ну, поток, понимаете, для того, чтобы создать поток, описать поток, да, нам надо какие-то его параметры. Ну, контекст завести хотя бы, да. Место, где мы будем хранить его контекст. Ну, и состояние. Вот он сейчас выполняется, или он там сейчас где-то лежит, да, или что-то ждет, он там что-то ждет, кого-то. Вот. То есть, она заводит пул потоков, и пока она не знает, чем их занять, эти потоки. Ну, просто пул есть, и все. Да, дальше что происходит? Дальше у вас есть модель языка джава. Там есть поток, там, не знаю, трэдпул там, наверное, тоже есть, я уже так не знаю, джава. Вот, значит. И вот, как бы, средство языка джава, библиотека классов, да, предлагает свои правила, что ли, свой вот способ, да, описание, там, вот этих потоков. Да, часть, часть логики реализуется самой джава-машиной. Ну, например, там, ну, я, к сожалению, не могу так в лед привести примеры, потому что я на джава вот так в реальной, ну, не знаю, в ежедневной жизни мало пишу, да, в обычной жизни. Необычной, может, много, но не помню. Вот, значит, но вот эта джава-машина сама, осуществляя какой-то менеджмент, она опирается вот на этот пул. Вот в этом пуле уже потоки операционной системы, и они скидули, а они планируются именно так, как потоки операционной системы, вот, это неважно, джава этот процесс называется или не джава, абсолютно. Вот какая тут связь, да, то есть, более того, вот что я вам хочу сказать. Потоки бывают, вернее, не потоки, а менеджмент потоков, бывает двух типов. Одни это ядерные потоки, говорят, ядерные, про которые я сейчас рассказываю, а бывают пользовательские потоки. Это когда действительно есть какой-то, ну, не рантайм, я рантай бы не называл, ну, какой-то кусочек кода в самой программе, да, и какие-то интерфейсы из этого кусочка кода торчащие, тогда можно реализовать какую-то многозадачность. То есть, например, я тут закончил, ну, это значит просто некоторые правила передачи управления внутри вот одного потока. Это не поток как таковой, это такая иллюзия, но более высокоуровневая. Да, это не поток операционной системы, это, ну, такой вот поток какой-то, да, там. Вот. Понятно, да, вот эта идея? Вот. То есть, мы говорим про операционную систему сейчас. Вот эти менеджмент среды, это, конечно, некая, скажем так, и потом опять, да, если вы джава запускаете в одной операционной системе, это в реальности выглядит вот менеджмент потоков одним образом, а в другой операционной системе другим. Но на уровне языка, вот это вот джава-рт или рт-джар, да, оно выглядит, ну, вот как-то одинаково, потому что у вас есть спецификация языка, правильно? Вот такая идея. Вот мы пока считаем, что джава-это просто приложение, как бы, как оно там устроено, ну, сложное приложение. Ну, офис сложнее, там, или там, ну, там, да. Вот такая идея про планирование. То есть, это чем отличается процесс и поток, да, понятно? А теперь, значит, такая мысль. Процесс, вернее поток, в самом простейшем случае может находиться в одном из трех состояний. То есть, ну, это вы в любой книжке найдете, там, значит, эту картинку все рисуют, значит, вот у него такие состояния, значит, круглые, да. Значит, это active, это тот, который выполняется сейчас на процессоре, да. Это ready, то есть тот, который, в принципе, готов быть исполненным, да. То есть, если его посадить на процессор, он будет исполняться. И это, там, waiting, то есть, ждущий, да. Вот, они могут вот так вот переходить друг от друга, ну, между этими состояниями. Давайте вот разберемся, когда они переходят между этими состояниями. Но, самый простой случай. Я взял, запустил два приложения, которые ничего не делают, просто печатают Hello World в бесконечном цикле на экран. Вот два запустил. Что происходит? Происходит следующее. На процессор ставится первое приложение, выделяется ему квант. Он начинает печатать. Как бы. Нет, неправильно. Давайте упростим задачу чуть-чуть. Есть два приложения, которые ничего не печатают, а просто в бесконечном цикле перебирают число. Один, два, три, четыре, счетчик. Вот такие два приложения. Для начала. Я сейчас объясню, да, почему я изменил. Не забегайте. Ну, вы, наверное, правильно думаете. Значит, вот они ничего не делают, они просто считают. То есть, кроме процессора, им вообще ничего не надо. Все, вот выделяется квант времени. Вот этот от нуля досчитал до трех тысяч. Его сняли. Понятно, как сняли? Прерывание таймера. Таймер пошел, посмотрел. Так, кто там на процессоре вот этот. Так, снять этого друга. Кто там готов вот этот поставить. Дальше пошел. Квант пошел. Дошел до конца. Так, этот там досчитал до двух тысяч девятьсот девяносто девять. Сняли. Поставили. И так вот они меняются. Все. Они переходят вот из этих двух состояний. То есть, ready – это значит процесс, ну, был прерван. И, собственно, ничто не мешает ему продолжать выполняться. Только разве отсутствие времени. Ему не дали время, он не выполняется. Дали, выполняется. Все. Теперь, значит, добавим в эту картину вот эту печать этого символа на экран. Тут уже получает, ну, скажем так, каждого десятимиллионного символа. То есть, он до десяти миллионов досчитал и печатает. Я досчитал до десяти миллионов. До двадцати миллионов досчитал. Я досчитал, то есть, на печать уже пишет что-то, на консоль. Вот. Там появляется такая строчка. Если что-то там десять миллионов, то что, write, ну, или print, там, что-то там. Ура, я молодец. Вот тут-то возникает некоторая разница между планированием этих двух процессов. Значит, перед тем, как с этой разницей разобраться, давайте вот еще такую картинку нарисуем. Я ее, в принципе, уже рисовал, но без контекста операционной системы. Значит, в защищенном режиме операционная система как-то изолирована от процессов, да? То есть, можно считать, что вот есть какой-то барьер. Ну, говорят, ядерный барьер. Звучит клево, мне тоже нравится. Значит, вот, когда, ну, процессор-то один, да, он железный. И на нем выполняется либо код пользователя, вот это юзерспейс, говорят, юзерспейс, а это говорят кернелспейс. Чем они отличаются? Отличаются они следующим. Ну, во-первых, у них разная структура памяти, просто разная память, да, адресное пространство разное. А во-вторых, у них разные наборы команд, которые позволено на процессоре выполнять. Вот у этих урезанный набор команд, а у этих полный набор команд. Как это реализовано, мы пока оставим за кадром. Неважно. Вот. А процессор один. Так вот, как, но, значит, пользовательское приложение вообще не имеет права получать доступ к каким-то другим приложениям, не дай бог, аппаратуре, не дай бог. Вдруг он что-нибудь туда запишет. Значит, пользовательское приложение всегда спрашивает операционную систему. Как она спрашивает? О чем была первая домашняя работа? Помните? Системный вызов, правильно. Вы уже теперь точно знаете, как он устроен, да? Вот, мы написали здесь write, это что мы сделали? Мы сделали вызов операционной системе, ну, фактически мы вызвали обработчик прерывания, обработчик прерывания посмотрел, ага, значит, какой там аргумент у меня загружен, там, куда. Значит, ага, это значит, такой номер у меня, сискола, да, и дальше он вызывает соответствующую функцию по табличке. Но он и вызывает уже, ну, давайте не будем говорить пока, в каком контексте он и вызывает, вот этого приложения или ядра, ну, вызывает где-то, сам, сам, уже системный код вызывает функцию, которая что-то пишет на экран. Так вот, функция, которая пишет что-то на экран, допустим, у нас драйвер к экрану приделан, он работает следующим образом, он не сразу на экран пишет, он копит, копит, а потом пишет. Ну, то есть, есть какая-то задержка между моментом, когда говорят «запиши» и моментом, когда операционная система возвращает управление и говорит «записано», ну, то есть, на следующую строчку возвращает нас, да, то есть, прерывание. То есть, пока мы из обработчика прерывания не выйдем, мы в этой строчке никогда в жизни не окажемся, в следующей, да, то есть, там, по циклу не пойдем дальше. Вот, давайте теперь масштаб времени увеличим, что получится, получится вот так как-то. Вот у нас есть время, вот у нас кванты. С первого, вот, помните, примера, когда ничего, приложение никуда не писали. Вот они вот тут молотят, молотят, молотят команды, свои процессор выполняет, 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 а вот здесь говорит, right, говорит операционной системе. Операционная система думает, так, хорошо, я позову драйвер там консоли или там экрана, когда мне будет удобно, но, но пока я еще в обработчике прерывания, да, процесс у меня куда-то вытеснен. Вот, да, но я это сделаю попозже, когда мне будет удобно, да, теперь вопрос, а что этому процессору вообще делать, процессу делать на процессоре, пока драйвер экрана не отработал. Ну, предположим, что он очень медленный, предположим, что у него там азбука морзи передается, этот символ, да, вот он будет его полчаса передавать. Вот это приложение дальше, вот этот процесс, вот этот квант использовать не может. Ну, то есть, он будет просто тупо ничего не делать, да, это какая-то странная ситуация. Тогда делается следующим образом, это приложение, поскольку оно вызвало системный вызов, и оно ждет его завершения, оно перемещается вот сюда, в очередь waiting. Вот эта штука освобождается, это процессор, да, освобождается, и из очереди ready мы можем сюда поставить следующего кандидата на исполнение, да. Мы тогда берем, вот, допустим, это приложение А, это приложение Б, ну, не приложение, а процесс, да, или поток. Поток, лучше говорить, хотя, ну, поток, давайте говорить, вот. Вот, и тогда у нас картинка так получается, у нас вот такой кусочек было отдано приложению А, дальше мы подвинули приложение Б, а приложение Б мы, допустим, забыли переписать, оно ничего не пишет на экран. Вот, дальше квант у нас, какой был, такой остался для приложения Б, ну, А все еще висит, дальше у нас квант опять для приложения Б, и так далее. Б молодец, считает быстрее, потому что А выводит на экран. Между А и Б и первым, там еще кусок, когда А ничего не делал, а Б тоже ничего не мог делать. Это какой кусок? Ну, когда вызов в райд произошел, и А ничего не могло. Пока я находился в обработчике прерывания, да? Ну, да. Ну, да, ну, а они просто здесь не учитываются, то есть это кванты, это кванты времени, которые выделяются приложению. Ну, то есть, мы как бы что делаем, мы настраиваем таймер, говорим, так, вот через столько миллисекунд, через 20 миллисекунд меня там позови, да? Настраиваем приложение, контекст перемещаем на процессор, да, записываем все эти значения. А потом говорим, работай, и забываем. Оно там работает, пока таймер не тикнет. Тикнет, вызывает таймер, вызывает опять меня, и я там, значит, уже переставляю приложение, и снова программирую таймер. Сейчас, сейчас. Вот, так вот, то время между тем, как я приложение запустил на процессоре, и тем, как я, и вот, как бы, и тем, как я получил сигнал от таймера, что его пара, что квант закончился, вот это квант. Но между ними есть еще такое вот магическое время, невидимое здесь, если вот еще раздуть, да? Это время работы операционной системы, время работы планировщика. Вот, его, есть очень хороший тест, вот в линуксе есть такое слово стресс, очень хорошая тема. Это такое приложение, которое, ну, стресс-тест запускает, да? То есть, понятно, что если я возьму и запущу кванты, они делятся как-то по-честному между процессами, ну, условно по-честному, справедливость. Можно это изучить, в книжках очень хорошо написано, там, Роберт Лав, там, допустим, есть у него, там, хорошее очень описание, что такое справедливость в линуксе. Значит, вот, так вот, если запустить очень-очень много процессов, может получиться так, что у вас количество переключений, время на переключение будет больше, чем реальные процессы там работают сами. У вас процессов будет много, только они будут не работать, а тупить, они будут стоять. А будет работать планировщик. Вот, то есть, вот это время, оно тут вот зарыто, но мы его не видим. В нашей картине это не важно. Мы считаем, что планировщик работает идеально. Вот, так вот, смотрите, у нас тут B, 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 до каких пор? До таких пор, пока прерывание, вернее, не прерывание, пока функция какая-то, вот, ну, я не знаю, куда мы там писали, на консоль, да, пока она не завершается. А почему она завершается асинхронно, как вы думаете? Не, это, это правда, но это к делу не относятся. Почему он? А с академичным процессом? У вас это практически звучит в ответе, ну, правильно вы думаете, да потому что оно не на процессоре исполняется, функция, а на устройстве, на другом, совсем, они как бы сами по себе работают. Вот, значит, то устройство отработало, оно там скопировалось, ну, нарисовало что-то на экране, вот, и говорит, это тоже либо прерывание, либо там, ну, неважно, каким образом оно говорит, что я закончила все. То есть, обработка этого запроса, это наш запрос ввода-вывода, мы про это тоже будем говорить потом, завершено. Что это? Это опять сигнал планировщику. И даже если сейчас квант для B еще не закончился, ему скажут, так, дорогой, подожди-ка, сейчас мы тебя вот тут обрежем, вот сюда вставим A, вот туда он будет выполняться. А потом, когда квант закончится, ну, мы тебя поставим. А полноценный квант? Да. А почему бы и нет? А смотрите, B тут сколько сидел на процессоре. А, а скучал. А теперь, наверное, справедливость в том, чтобы A поставить, чтобы он посидел. Ему надо когда B завершить, то есть, понеси его в контексте? Нет, это, конечно. Ну, я когда уже говорю, посадить на процессор и снять, это вот вся эта процедура, да, там, сохранение контекста и все такое. А вот вопрос, а правда ли, что среди, ну, кроме процесса A и B, у нас еще есть, вот, нарисованные вами какие-то процессы от операционной системы? Есть, есть. Которые тоже общедо же входят? Да, конечно, конечно, поток, есть процессы, да, таски это называется, но там эта задача есть. Ну, ну, неважно, это же самое, по сути это же самое. Не, ну, в MS-DOS, и там, там прерывание таймера всем управляет, да, то есть там, сейчас мы, вот, давайте ограничим. Вот, если мы говорим про операционную систему многозадачную, там, Linux, например, да, да, то, конечно, ну, запустите, вот, ну, я включать уже не хочу, напишите топ, там куча процессов, которые, ну, там, я не знаю, там, например, есть, как бы, флешер страниц какой-нибудь, или тот, который их зануляет. То есть вы страницы памяти освобождаете, они там, конечно, сбрасываются на диск, но это не очень хорошо, потому что вдруг у вас там в страничке пароли лежал, а кому-нибудь ее выдадут, ну, как бы вот, ну, там, в свободное от работы время идет и там страницы обнуляет, ну, просто, чтобы никому не досталось. Вот, то есть, ну, такой процесс, да. Вот, то есть процессы там есть, конечно, есть, более того, мы там будем, если успеем, будем рассматривать, как прерывание обрабатывается, то есть прерывание приходит, допустим, в какое-то, ну, не знаю, что-то посиди там пришло, надо обработать. Но, если мы в прерывании будем долго болтаться, то плохо, поэтому прерывание делят на две части. Ну, это там, в Linux, это называют верхняя и нижняя половина, да, делают так, так, пришло, сохранил, все, дальше, а потом обработаю. А вот потом, когда наступает, я там беру, пачка это все там обрабатывает. Вот. Так вот, если кому-то интересно, кому сколько квантов мы здесь выделяем, значит, здесь очень много факторов. Во-первых, в разных операционных семах это по-разному делается, то есть модель вот какая-то разная. Во-вторых, есть приоритеты. В-третьих, ну, я вот рекомендую, кто интересуется, почитайте вот все-таки, как устроен планировщик. Вот, как-то он там называется, я забыл. Completely Fair Skidler, по-моему, вот так вот. То есть, ну, или я какое-то слово, вот эта буква, наверное, может, неправильно написал. Ну, в общем, вот в линуксе основной планировщик, да, вот если внимательно разобраться, есть книжки, которые хорошо написаны, вот если внимательно разобраться, как он работает, там есть понятие справедливости. Справедливости, оно действительно, ну, как справедливость, ну, такая цифровая, цифровая, дискретная справедливость, но справедливость, точно. Поэтому, если процесс у нас долго не получал процессорного времени, а потом, значит, вдруг захотел его получить, то ему в первую очередь дадут время. Почему? Это выгодно. У вас 400 процессов, вы новый процесс запускаете, наверное, вы хотите сразу видеть результат, а не когда ему скажут, ну, ты там 158 в очереди, сейчас, сейчас, пользовали, ну, подожди, ты что-то запустил уже 156. Ему сразу дают время. А почему? Да потому что, по справедливости, он ноль попотреблял процессор, ему сразу надо дать, а все остальные подождут. Вот. Значит, что здесь происходит? Здесь происходит теперь... Вот я эту стрелочку рассматриваю. То есть, вот этот вот процесс, который здесь был и завершил ожидания, ну, как бы он, конечно, может сюда переместиться, но часто он перемещается сразу сюда, а этот туда. Вот такая история. А вот здесь я неправильно нарисовал. Так не бывает. Хотя, может быть, и бывает. Но мы потом разберемся, когда будем синхронизацию разбираться. Потому что синхронизация – это тоже некоторая вещь, которая позволяет отправлять процессы в состояние вейтинг, потоки, да, потому что они становятся зависимыми. Так. И последнее. Минус 50 секунд я поиспользую, значит, по поводу интерпроцесс коммуникейшн и APC. Это, в общем-то, целый набор механизмов, который обеспечивает передачу информации между процессами или потоками, неважно. Какие механизмы сюда относятся? Основные, которые мы хоть как-то будем рассматривать. Значит, первое – это именованные каналы. Ну, как-то это устроено, да? Это файлы. Ну, вот файлы и именованные каналы – это что-то похожее по интерфейсу и не очень похожее по содержимому. Сюда относится память разделяемая. То есть можно так передавать информацию. Один поток записал куда-то, другой прочитал. Очевидно, да? Это сигналы. То есть там приложение выполняется, мы ему сигнал. У него там есть обработчик сигнала, его дернут. Это как бы прерывание, но уровня процесса. И есть различные сетевые штуки. Но вот основным, которые я буду рассматривать, основной абстракцией, скажем так, основным интерфейсом, является интерфейс сокета. То есть такое понятие сокет – это высокоуровневый интерфейс, а под ним может лежать практически любой транспорт. То есть вот сокет чем-то похож, конечно, на файл.